Сегодня в гостях UATV известные экономические аналитики, эксперт Ярослав Жалила. Здравствуйте, Ярослав. И начнем с главного. Буквально не так давно, меньше двух месяцев назад, мы с вами общались в интервью, и вы сказали, цитирую, «Украина выходит из экономической кризисной ямы». Какие есть реальные предпосылки сейчас говорить об этом? Ну, действительно, если мы посмотрим на данные статистики, уже есть предварительные данные даже за весь 2016 год, то показатели, ну, по крайней мере, не так, чтобы очень оптимистичные, но, по крайней мере, позитивные. Во-первых, у нас четыре квартала подряд позитивная динамика экономического роста, прироста ВВП. Причем предварительные данные по четвертому кварталу плюс 4,8. Это хороший показатель, а где-то на год мы выйдем... Это по сравнению с 2015 годом. По сравнению с четвертым кварталом 2015 года. То есть на год мы выйдем где-то на уровень 2,5, я думаю, процентов прироста ВВП. Это хороший показатель. Во-вторых... О чем это говорит вообще? Это говорит о том, что Украина достигла вот этого самого дна пресловутого кризиса, и что сформировались предпосылки для того, чтобы экономика Украина поднималась. Причем, что очень важно, что основным двигателем восстановления экономического роста стало валовое накопление основного капитала. То есть, по большому счету, в Украине стали инвестировать, активно инвестировать, субъекты хозяйствования, и эти инвестиции стали двигателем восстановления экономического роста. Это очень перспективно, потому что это долгосрочный рост. Это не рост временный, конъюнктурный, возбужденный, допустим, внешним рынком, как это было, допустим, в 2010-2011 годах. Это внутренний рост. Конечно, он пока еще очень неустойчив, но я считаю, что это позитивный признак. Если говорить о народном хозяйстве, отраслевой структуре, то какие направления в народном хозяйстве имеют шансы проявить позитивную динамику в этом году? У нас в этом году позитивно, поскольку инвестиции, то наиболее мощная позитивная динамика – это строительство. С последнего квартала 2015 года и все кварталы 2016 года хороший темп роста в строительстве. Соответственно, это двигатель для ряда отраслей промышленности, которые поставляют стройматериалы и так далее. Во-вторых, собственно, промышленность. Ее динамика меньше, менее 2% пока за 2016 год, но это уже динамика практически по всем отраслям, включая даже те, для которых неблагоприятные условия внешней конъюнктуры, допустим, та же металлургия. И третья составляющая – это аграрный сектор. Но пока здесь, в основном, будут данные за конец года, за последний квартал. Мы получили рекордный урожай зерновых, и я думаю, что показатели четвертого квартала будут довольно-таки хороши. А за этими отраслями начинают подтягиваться уже сопутствующие секторы, которые, в общем-то, их обслуживают. Там транспорт, торговля и так далее. Если говорить о первоочередных телодвижениях, шагах правительства Гройсмана, что ему нужно сделать, чтобы развивать позитивную динамику макроэкономических показателей? Ну, прежде всего, нужно максимально подхватить позитивную динамику роста. То есть, во-первых, не уничтожить, а наоборот, поддержать рост капиталовложений. А для этого необходимы сегодня действия в сфере финансов. Потому что, несмотря на рост капиталовложений, плюс 16-17% инвестиций, основная масса этих инвестиций пока финансируется за счет собственных средств предприятий. Банковский капитал очень мизерную долю имеют. То есть, прежде всего, сегодня нужно вбросить в этот сектор инвестиционный длинные банковские деньги. Второй момент, он не менее важен. С чем это связано? Банковскому сектору просто не доверяют до сих пор? Нет, это связано с тем, что банковский сектор, к сожалению, пока еще не вполне доверяет заемщикам. То есть, проблема платежеспособности заемщиков – это главный фактор, который тормозит сегодня кредитование. Объем кредитования у нас падал в 2014-2015 годах. И физлиц, и юрлиц в 2016-м. Небольшой рост есть по юрлицам, но очень незначительный. Поэтому пока проблема в том, что банки, где-то порядка 7% только от общего финансирования капиталовложений – это кредиты коммерческой банков. Это очень малый показатель. У нас этот показатель доходил до 15% и более в лучшие годы. А второй момент – это внешняя конъюнктура. Дело в том, что, согласно глобальным прогнозам, в 2017 году ожидается позитивная динамика, слабая, но все-таки позитивная динамика цен и на металлургическую продукцию, и на аграрную продукцию. Где-то порядка плюс 5% по ценам, соответственно, и рост спроса возникает тоже. Поэтому нужно максимально использовать эту конъюнктуру. Украина все-таки экспортоориентированная экономика. Более 50% ВВП у нас формируется за счет экспорта. То есть политика поддержки экспорта, всемирного стимулирования экспорта – это вторая важная составляющая. У нас запланирован уже на ближайший март месяц новый траж от МВФ. Какие шансы получить его? Об этом лучше будут говорить те, кто непосредственно вовлечен в переговорный процесс. Из того, что мы сегодня знаем из средств массовой информации, в том числе со ссылкой на руководство МВФ, в общем-то, меморандум согласован, основные его позиции уже приняты. Поэтому я думаю, что шанс получить, в принципе, довольно высокий. Тем более, что это небольшая сумма, там, порядка миллиарда долларов. А вот курс доллара, который сейчас немножко опустился, вернее, укрепилась гривна, связан с этой динамикой? Я думаю, пока нет. Я думаю, что, собственно, ожидания транша, они пока не влияют. Пока на курс влияет соотношение спроса и предложения валюты. То есть, после паузы, когда экспортеры выжидали с возвратом валюты в страну импортерам, нужно было немножко накачать свои валютные мускулы. И поэтому был такой провал курса гривни. Сейчас гривня укрепляется. Это связано с тем, что просто увеличивается предложение валюты. И Национальный банк уже даже выходит с интервенциями на валютном рынке, покупая валюты, пополняя валютные резервы. Насколько длительный будет процесс, сложно сказать. Сейчас есть риски, связанные и с проблемами с блокадой поступления угля на украинскую территорию. Соответственно, это риски для экспорто-ориентированных секторов. То есть, здесь возможны проблемы. Но пока мы видим такой позитивный тренд укрепления валют. Насколько для нас будет критично, если для отечественной экономики, если мы все-таки не получим этот транш? В краткосрочном периоде проблемы особой нет, потому что Украина имеет возможность рассчитываться по текущим внешним обязательствам. То есть, зачем нам нужен транш? Для того, чтобы пополнить валютные резервы, они нужны для двух целей. Первое, чтобы не допустить ухудшения, снижения курса гривни, если вдруг возникнут какие-то колебания. И второе, проплатить либо по критическому импорту, либо по выплате по внешним долгам. У нас, насколько я помню по календарю, где-то в первой половине года серьезных выплат по долгам не предвидится. И, собственно, критический импорт, а это что? Это энергоносители, газ, прежде всего, тоже сезон заканчивается. То есть, в общем-то, в коротком периоде это не проблема. Но эксперты сходятся все-таки к мысли о том, что если мы не получим и дальше, тогда во второй половине года возможны определенные риски. Спасибо вам за разговор, за беседу. Спасибо. Я напомню, что с нами в гостях у ЮЭТВ был известный украинский экономический обозреватель и аналитик Ярослав Жалила.